Не, ну гонка вообще огонь! Прямо из двигателя! О, это что такое? Очки? Неплохо! А, зеленая футболка! Ебать! Да что вы пристали, я только с больничного вышел! Не знаю, хотите я вам станцую? Боно! Боно, послушай! Оказывается, проигрывать так боно! Ребят, если смотрите этот ролик в Рутюбе или ВКонтакте, то все нормально, приятного просмотра! Если же смотрите в Ютюбе и вам катастрофически не хватает видеофрагментов, то тогда переходите по ссылочкам в описании этого ролика, как раз таки в ВКонтакте или в Рутюбе! Ну и тоже приятного просмотра! Погнали! Гравия желаю, друзья! С вами Самый Сликий, самый адекватный обзор Гран-при Австралии! Три года! Три года с марта 2019-го мы не видели гонок на этой живописной трассе! Ну, в 20-м нам показали Австралию, но только одним глазком! И все, ребятушки, расходитесь по локдаунам! Кстати, заметили? Там, где начался коронавирус для Формулы-1, походу там он и закончился! Болельщиков пускают на трассу, пилоты посрывали ненавистные маски, и даже вот эти вот интервью с микрофонами на швабрах тоже теперь ушли в прошлое! А, как вам гонка? Чего? Ну, гонка! Как ты проехал гонку? Да не слышно! Шумно тут-то! Скажи что-нибудь! А, ну, было, конечно, тяжело! Конечно, спасибо команде! Стратегия у нас, конечно, была разработана, и мы ее придерживались, да! И это при том, что Сэбушку только-только вот буквально с карантина выпустили! Лучше бы не выпускали! Это не я вам сейчас говорю, это сам Феттель так думает, наверное! В общем, ребятушки, после такого перерыва на трассе, где было множество гонок, ярких гонок, которые нам чем-то запомнились, я предлагаю поговорить о том, что запомнится нам после прошедшего Гран-при Австралии 2022! Но для начала о делах насущных! Рубрика «Бесполезные споры» Я себе уже все доказал! Формула-1 – это сборище самых непоследовательных и пустословных людей! Ну вот новый судья, Витсон, говорит, надо, мальчики, сережки ваши снимать перед гонкой! Вот эти вот пирсинги из сосков вытаскивать, а то, ну, ей-богу, похоже на какую-то форму лужо! Скоро себе косички, блин, начнете заплетать! Да, Льюис, тебя это тоже касается! Фиг знает, но лично видел, как Хэм надевал балаклаву поверх всякой бижутерии, которой усыпанные уши теперь уже, походу, навсегда семикратного! Потом Витсон докопался до белья пилотов! Нет, он не заподозрил их в ношении стрингов! Стринги в Формуле-1 как раз на самом виду! Он говорит, пацаны, лично каждого проверю, на ком белья не будет огнеупорного! Так отжарю, сами не рады будете! Молчалин не термобелья, а огнеупорного! Ты, блин, какими! Тут всю карьеру в термобелье отъездил, и только сейчас такой, бувох! А я-то и не знал! Ёпанэн, ротакс, хорошо я из Формулы-1 ушел! Вообще, что за бардак творится в Формуле-1? Именно бардак! Впервые ни с того ни с сего ввели четыре зоны ДРС, и вот субботу поутру взяли и зачем-то отменили одну из них! В итоге пилоты так начали дельфинировать, кенгурировать и козлить, что Витсон тупо позвяк Нью-Страсс и услыхал, что Хэм сережки не снял! Знаете, почему они не могли определиться с количеством зон ДРС? Да потому что они трассу переделали! А на ее открытии вместо настоящей гоночной машины позвали, блин, картингистов! А что с картингистов взять? Они не то что дельфинировать, они еще плавать толком не умеют! Ну и это, теперь, в общем, перед рестартом ехать бок о бок, как в Индикарии, нельзя! Почему? А потому! Короче, куча каких-то действий ради действия! Типа вот, мы тут власть и мы что-то делаем! Голосуйте за партию бестолковых нововведений ради нововведений! Да здравствует че-то там ради этого самого, товарищи! Ну ладно, это все забудется! Про заложников джиды уже забыли, и это пройдет! Собственно, вряд ли останется в памяти многое из этой, в принципе, довольно стандартной гонки! В ней даже борьбы за победу не было! Не, ну серьезно, кто через годы вспомнит про несколько очков Гасли, Ботоса, Форточкина? Ну разве что сам Валера к концу года будет вспоминать эти очки как манну небесную! Ну, то такое! Давайте и о действительно важном поговорим! О том, что и через годы будет знаковым событием прошедшей гонки! Молчалин! А ты знал, что бумеранг придумали в Австралии? Угу! Это такая хреновина, которую ты кинул! Уже забыл про нее, и тут бах, она к тебе вернулась! Рубрика «Главный возвращенец»! Сука! У меня возникает какое-то подозрение, что, ну, настоящий чемпионат Формулы-1, он начался только в Австралии! А до этого была типа мини-серия Формулы-Салам! Рогаций-малейкум, как говорится! Себастьян Феттель решил пропустить это дело! Он же в конце концов чемпион, гонщик Формулы-1! Но, если честно, возникают сомнения, что он вообще хотел возвращаться! В конце концов, какая разница, какой именно немец не может приехать на подиум, правильно? Так вот, гран-при Австралии для Феттеля выглядел как попытка сбежать с тонущего корабля! И побыстрее! Сначала Себастьян показал всем своим видом, что лучше будет гонять на мопеде по трассе, чем на этом ведре! Кстати, поговаривают, что кто-то в боксах забыл выключить телеметрию! И на мопедике Себ показал вообще лучший круг для Астонов за весь уикенд! Правда, за такие покатушки команде выписали штраф! Но что такое деньги? Я вообще давно уже предлагаю, как бы, Астон Мартин переименовать в КАМАЗ! Ну, потому что столько денег, сколько папа Строу вкладывает в машину своего сына, только в КАМАЗ поместится! Нашлось баблишкой на новый мотор! В конце концов, машину починили только для того, чтобы Себушка разбил ее в третьей практике! И лишь стараниями партнера по команде эти засранцы-механики успели ее восстановить к концу первого сегмента! Да! А для чего все старания? Для того, чтобы Себ станцевал нам прощальный танец в самом начале вечеринки! Знаете, мне действительно кажется, что этот сезон для Себастьяна может стать прощальным! Ну, нечего ловить! Зачем позориться? Да и по глазам уже видно! Нет огонька! Пора, как говорится, вешать пуанты на гвоздь! Молчалин! Вот ты думаешь, если ты кленовым листиком прикрылся, то судьи не увидят, что на тебе нет несгораемого белья! Молчалин-молчалин! Рубрика «Канадский стыд»! Увы, но здесь будет продолжение темы Астона! Сын директора своей команды чудил по полной! В квалификации! Случилась неожиданность! Учитывая, что случилась она между двумя сыновьями миллиардеров, можем называть ее детской неожиданностью! Да уж! Мальчишки обосрались по полной! Коленька Платифи глядит, а за ним землячок его едет! Ну, думает, дай пропущу товарища! Колян чуть ли не на обочине остановился, но, естественно, Строл проехал вперед! И тут Николай вспомнил, что он в Формуле-1! Тут же не пропускать, тут обгонять надо! Ну и пошел на обгон сразу же! Беда в том, что Строл в зеркала не смотрит! Ну или Платифи настолько незаметный персонаж в современной Формуле-1, что тупо в этих зеркалах не отражается! Не, ну а че? Какие еще могут быть объяснения этой глупой аварии? Послушать Строла, так вообще запутаешься! Вот, там, мы прошли, вы, там, наоборот, то, 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 и все! А ты, ну, куда, что-то, что-то сделай? А, что я сделаю? Ну и все! В общем, устроили парни крэш знатный! Как говорится, два канадца в одну воронку падают! Да и в гонке! Сын директора своей команды такую дичь мутил! То вилял задницей, что аж штраф получил! То, блин, на рестарте пацанов так с трассы выдавил, что даже папанька в боксах краснел! Это не от того, что он Краснюк или Клер лидировал, сами понимаете! Так, в конце надо какой-то позитивчик! Давайте эту рубрику завершим номинацией «Фото дня»! На картинке изображен единственный Астон Мартин, у которого не было проблем в Австралии! Однажды, молчалин, Христофор Колумб поплыл в Индию, а приплыл в Америку! Вот так вот и Федор Иванович хотел приехать на пол, а приехал в стену! А в гонке вообще заблудился в джунглях! Рубрика «Испанский стыд»! Да, потомкам конкистадоров колонизация Австралии явно не удалась. Но про Саинса попозже поговорим. А вот Иванович, уже, наверное, всем стало очевидно, что он подписался в команду, которая несколько лет не могла построить нормальную машину. И вот уже два года опять не может. А в этот раз-то обидненько было. Алонсо действительно мог блеснуть в квалификации, но по старой памяти вспомнил Дакар и поехал по Гравию. А там стена! В воскресенье все шло более-менее. Но гонка длинная. И то ли Нанда сам стремительно старел и терял темп, то ли его резина умирала. На свежем медиуме он ничего не смог сделать с соперниками. И молодежь с улилюканьями просвистела мимо. Ну, ё-моё, испанский стыд. Рубрика! Сосайнс! Забавно, но победителем у нас стал родоначальник жанра Каркарыч. Вообще испанцам в этот раз не везло. Может, Феттель тоже испанец? Не, ну я не знаю, у него там на шлеме вечно с флагом такие непонятки. То розовый, то радужный. Не, ну я просто спросить хотел. В общем, проблемы Сайнса особо остро проявились, когда отменили вот эту самую третью зону ДРС. Крыло стало сильнее машину прижимать к трассе, и эффект дельфинирования только усиливался. Вы вообще видели глаза Карлита, когда он дельфинировал по трассе? Ну и конечно, когда у тебя башка трясется, какой-то вот чувака надувного, знаете, который зазывает людей на заправках, ну тебе не особо догонок. Тут главное, чтобы глаза на торможении не начали в макрорежиме разглядывать размер твоих же яиц. Особенно магии это касается. В общем, накосячил Карыч в квалификации, но на красном самовозе. В гонке как минимум за подиум можно было побороться. Но чача-мучача, что-то пошло не так. Уже на старте машина просто отказалась ехать. А когда Карыч ее раздельфинировал как следует, человечество снова стало свидетелем явления гравия всемогущего. Как же круто, когда человек, который на трассе ездить не умеет, остается в ловушке гравийной. Ибо грех ему гонщика из себя строить. Такой вот сосайц приключился. Сложно сказать, то ли нервишки шалят на фоне успехов напарника, то ли Карыч сам пытается прыгнуть выше головы и не допрыгивает. Не знаю, хотелось бы увидеть в этом сезоне его первую победу. Кстати, в этом могу посодействовать. У нас тут в Есентуках, в курортном парке, есть механотерапия с весьма специфическими тренажерами. Столько лет люди не знали, кто, а самое главное, нахрена эти тренажеры придумал. Молчалин, случайно не ты? Ну просто у нас в Есентуках таких шибанутых больше нету. В общем, Каркарыч, считай это официальным приглашением. Только с папой приезжай. У нас тут такие дороги, что гонщик из ралли тебе понадобится. Шестнадцать гуманоидов нашли на месте аварий. Небольшого роста, в среднем метр двадцать. Зеленого цвета, бесполые. Сколько, сколько, горишь, бумага стоит? Хоздец. Ну, в смысле, рубрика, хоздец. Многим может показаться, что все. Финита ля комедия. С одной стороны, да, мы наблюдаем ту самую деградацию команды ХАС. Полное неумение работать над развитием и настройкой машины. Но не торописькайте. Не так все плохо. То, что вытворял там Михалыч, ну вернее, то, чего он не может сотворить в этом сезоне, опустим. Ну, а добыть чекачков мага есть уважительная причина. У Гюнтера Штайнера на днях днюха была. Ну, и решили пацаны побухать. Послали, значит, Михалычу варек. Этот шкет по дороге бутылку разбил. Ну, пришлось второй раз идти. Послали старшего. Говорят, мага, ты давай там, побыстрее только. Да задрали вы, побыстрее, побыстрее. Тут побыстрее, в гонке побыстрее. Торопыги вы какие-то, хоздец. Я это, копченые кенгурятины на закуску возьму. В общем, побурчал и пошел. А денег-то у Хаса нет. Поэтому решил мага слить бензин в соседних боксах. И обменять его на самогонку. Я серьезно. Вы думаете, почему у Албана в квалификации бензин кончился? Вот уж. В общем, праздник удался. Но наутро Магнусен был в состоянии нестояния. Все тренировки залажал. Да и в квалификации был сам не свой. Как-то тошнотворно выглядел. Ну, чтоб вы понимали. Самое обидное, что алкогольная интоксикация тут ни при чем. Просто мага, когда бензин отсасывал, хлебанул маленько. Ну вот и отраванулся. В общем, че тут скажешь. Хэппи бёздай, Гюнтер. Факинг, как говорится... Фак! А я похож на новый Икарус. А у меня такая же... Аэродинамика, блин. Рубрика «Оранжевое настроение». Знаете, кто лучший конструктор Макларена? Правильно. Лего. А че, Молчалин, ты думал обновление, настройки? Не, лего. О, даже чуваки, которые из квадратиков пластмассовых всякую хрень мастырят, и то смогли построить более быструю машину, чем инженеры морковок. Да, вместо того, чтобы работать над настройками, парни фоткались с лего-возом. Я не знаю, каким образом, но это сработало. И откуда ни возьмись, у морковок появилась скорость. Даже Ландыш сказал, машина вроде та же, что и была. Ничего с ней не делали. Может, ее по дороге с Джидой в самолете раструсило. Хз. Квалифицировались парни в десятке. Да и в гонке смотрелись не как нынешние Макларены, а как прошлогодние. 24 очка за одну гонку. Почти как Феррари. В общем, Маки теперь четвертые в Кубке Конструкторов. Начало положено. Может, они тоже думали, что первые две гонки это какой-то ночной чемпионат Ближнего Востока. И посерьезки бороться начали только в Австралии. Молчалин, закажи пиццу и вызови пожарных. Походу, шашлыка сегодня не будет. Рубрика «Гребаный шашлык». Честно говоря, такое случается иногда. Но если команда собралась бороться за чемпионский титул, то лучше как-то избегать технических проблем. Тем более таких детских, как у Рэдбулов. То насос не сосет, то бочок потик. Да, из машины Макса Ферстаппина просто начал вытекать бензин. И тут кроется некая опасность. Нет, Молчалин, сейчас пожарных не надо. Как сказал Сережа Перцев, впервые Феррари были на голову выше. Смекаете? Ему вторили и Хорнер, и доктор Марка. Так что может возникнуть, конечно, чувство, что вот эти проблемы Макса в начале сезона могут сделать дальнейшую борьбу интереснее. А что, если нет? Что, если эти проблемы станут залогом досрочного оформления титула кое-кем? Вот уж. Разнообразие чемпионов, конечно, хорошо. Но мы-то, ребятушки, с вами топим за борьбу, за красочность этого шоу. А если у бычков постоянно будет течь бензин? Ну, они превратятся в дойных коров. На самом деле, если разобраться, то все эти проблемы очень логичны. Уход Хонды, попытка самостоятельно строить двигуля. Парням там на базе нужно просто научиться латать эти пробоины. Так что, Максим, терпи. Благо хоть Перес, понимаете, бережет своего бычка. И не пытается во что бы то ни стало угнаться за этим горцующим табуном. Многие, конечно, вдохновлены результатом Сережи, но, по большому счету, проиграл старт, еле-еле обогнал Хэма. Дважды. Впереди сошел Тапок, сзади Сайнс. Так серенький и затащил свой подиум. Знаете, Перец, как австралийский кролик, в отсутствии естественных врагов, наплодил очков богато. Молчалин. Знаешь, что такое завидовать по-черному? Это когда ты пилот Мерседеса, смотришь на подиум, а тебя там нет. Рубрика неравноправие. Или как раз равноправие. Вот честно, когда парни не бьются за победу, то подвигов как бы и не видно. Мы с вами привыкли считать, что победитель гонки, он, ну, как бы по определению красавчик. А что там за четвертое место? Ну, то такое. На самом деле, наблюдать за ребятушками из формулы полтора даже интереснее, чем за однообразным доминированием Леклера. Тем более, тут у нас был принципиальный момент. Рассел против Хэмильтона. Первую гонку Джордж слил. Откровенно слил. Я его за это жестко пропесочил. И в Джиди он уже смотрелся нормалек. Но стоит признать, что темный владыка испытывал некие проблемы с настройками. И вот первое очное сражение. Соглашусь с Льюисом. В неудобное положение его поставили. Я бы даже сказал, в позу. Впрочем, стоит отдать должное команде. Они не стали по привычке опускать второго номера ниже, ну, ниже первого. Ну и парень с желтой камерой, как и полагается, ехал позади. Да и какие могут быть претензии? Парни ехали в одном темпе. Каждый по-своему сражался. Сначала за победу в формуле полтора. После схода тапка даже за подиум. И в конце концов, Рассел показал себя молодцом. Это первый честный подиум в его карьере, если что. Самое забавное, что в личном зачете чемпионата Жорик сейчас второй. Это как раз то, о чем я и говорил. При смене регламента во всей этой суматохе важно не геройствовать в каких-то отдельных гонках, а быть стабильным. Так что, Жорик, ты там это, не расслабляйся. С Хэмом, знаешь, расслабляться не стоит. Особенно, когда он сзади. А что я такого сказал? Молчалин, ты вообще стал как этот. Насмотрелся вот этих вот коленопреклонений, блин. У нас канал про гонки. Я и рассказываю про гонки. Про то, кто кого как дрюкнул. Ай, молчалин! Слышь, Хэм бы заценил. Сценарий напечатан на коричневой бумаге. Белое очень дорого, а результат такой же. В Формуле 1 все наоборот. Не, ну экономика, конечно, не наш конек. Рубрика «Министр экономики». Кто-нибудь из вас пытался на летней резине всю зиму продержаться? Вот так и в Формуле 1. Проехать всю гонку на одном комплекте – это нифига себе достижение. Мы такое видели разве что в Турции пару лет назад. Но то под дождем. Могу еще Сочи 2014 вспомнить, когда Росберг в первом же повороте перетормозил, сменил комплект и проехал на нем всю гонку. Но то всегда какой-то форс-мажор. А тут Сашка Албан, стартуя последним после штрафа и дисквалификации в квале, неожиданно для себя обнаружил, что Харт едет и едет. Едет и едет. Почему этого не обнаружил Коля Платифи? Ну а чему вы удивляетесь? Он вон целую машину с трола на трассе не видит. Куда ему там еще полосочки на колесах разглядывать? В общем, как бы с капитанского мостика не намекали, мол, Саш, давай резину поменяем. Он отвечал лишь одно. Я экономить буду. Наэкономил, блин. Министр экономики Формулы 1. Пидстоп на последнем круге. За мгновение до того, как Леклер пересек финишную черту. Вот это номер. Вернее, очко. Ребята честно признались. Не рассчитывали они на такой результат. Метили где-то на 18-19 место. Случайно получилось. Но это не отменяет величие момента. Вильямс, благодаря подвигу Албана, смог заработать очко. Конечно, в общей картине чемпионата это, скорее всего, мало что изменит. Но в данной конкретной гонке это был подвиг, достойный эпоса. И Сашка Албан стал героем. Настоящим героем этой гонки. Победитель. Знаете, видал я такое и не раз. С одной стороны, можно сказать, что победы в первых гонках, они как бы ничего не значат. И Браун в 2009-м еле-еле затащил титул. Но затащил ведь. Можно сказать, что Мерседесы вот-вот разберутся со своими проблемами и как попрут. В 2014-м тоже казалось, что Рэдбулы вот-вот разберутся. Не разобрались. Обновленный регламент неминуемо расставляет всех по местам. И порой многие оказываются там, где вовсе не рассчитывали быть. Я более чем уверен, что Феррари сами в шоке от того, где они оказались. Причем, заметьте, с каждой гонкой они становятся только сильнее. Привыкают заразы самовозить. Леклер вон. Большой шлем примерил. Да и вообще, на месте лидера чемпионата он как-то чувствует себя весьма вольготно и уверенно. Даже как-то пугающе уверенно. Видал я уже такое в исполнении другого пилота Феррари. Для наших юных зрителей поясню, что речь идет не о Феттеле. Но ничего еще не предопределено. Сценарист играет с нами. У него всегда есть свой план. И он нам не ведом. Знаете, в 2018-м тот же Феттель выиграл первые две гонки сезона. И это были Бахрейн и Австралия. Посмотрим, что будет дальше. Следующий гран-при в Италии на легендарной Имоле. Даже представить страшно, сколько там будет Тифози. Еще страшнее представить, куда они засунут волшебную палочку юному волшебнику, если он не победит. В общем, рано говорить о безусловном лидере чемпионата. Рано списывать былых героев. Цыплят по осени считают. Огорцующим коням вообще до декабря доверять не надо. Катались на этих лошадках? Знаем. Так что по-прежнему. Интересного вам сезона. Всем вам. Кто бы за кого не болел. И не сожалейте об ушедших эпохах. Рано или поздно все проходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова